Были жалкие дискуссии про Эстонию. Наверное, за два года новый опыт появился, про который вы расскажете. Слово вам. Всем привет. Собственно, сегодня я бы хотел обсудить довольно интересные пару вопросов, связанных с тем, как это с юридической стороны все-таки. Коллега довольно обстоятельно рассказал про то, как открыть счет. Но про то, с чем сталкивается компания, с другой стороны чаще всего, здесь все-таки хотелось бы дополнительно посмотреть. Нужно по поводу первого вопроса сразу же оговориться. Как открыть счет для хай-рисков банк? Тут опять простой письмо из одного из банков, классический вариант. Это причем заход был на менеджера банка. И здесь можно сразу увидеть приблизительно перечень того, с чем Азбанк никогда не принял. То есть это казино, форекс, блокчейн, в том числе юридические услуги, фарма, драгоценные металлы. То есть все то, что является хай-риском в плане комплайнса. Откуда же берется этот вопрос, что есть хай-риск, а что не является хай-риском для банков? В принципе, этот вопрос встает перед многим, кто пытается открыть счет или кого уже он закрыт. То есть эта история, она не новая. И то, что это возникает сейчас, допустим, с криптой, это абсолютно не новая история. То есть это было, это есть, будет уже на протяжении нескольких лет. То есть гэмблинг – это классическая история. Когда счет вы фактически никогда банковский для такой организации не откроете, особенно если вы работаете без лицензий. Эдлт, ну тут как бы и обсуждать не надо, есть варианты, на самом деле. Но я думаю, здесь мы судим подробнее, здесь вообще как бы есть кто-нибудь из эдлта. Относительно вопросов, связанных с тем, почему же, собственно, появился комплайнс и зачем он как бы в банках присутствует. Началось это, на самом деле, с того, что все было слишком хорошо. В определенный момент, градус махинации, которые начали производиться с специальными счетами, с хорошим private banking, он начал достигать каких-то несоизмеримых масштабов. То есть нужно было вводить какие-то определенные меры. Собственно, начал появляться полноценный комплайнс в банках. Это также отразилось во многом в сфере гэмблингов, которая также начала появляться регулятория относительно онлайн гэмблингов. Начали появляться так называемые лицензии. Ну, кои, на самом деле, особых гарантий вам не дают. Ну и, собственно, это вопрос из того, что деньги начали постепенно уходить. Это у нас постепенно начало развивать такую прекрасную опыту, как комплайнс, мы уже дальше. Относительно тех операций, которые, в принципе, должны раскрываться, относительно прозрачности операций. Это вопросы, связанные с тем, как же, собственно, определить, кто является бенефициаром средств, а кто является владельцем компании. Эти вопросы, так или иначе, вынадыли создать новые механизмы. Это обмен информацией. То есть даже если вы сейчас открываете компанию за рубежом, информация о вас, если вы открываете счет банки, в любом случае передается налоговым органам о том, что у вас есть эта компания. Дополнительно, то есть есть другие способы получить тоже информацию автоматическое поменение через банковские учреждения, в случае, если у вас какая-то операция. В том числе, возможно, блокировки, которые могут возникнуть, в том числе от банков корреспондентов по их запросу. То есть в совокупности все это сформировало обстановку, в которой вы счет можете открыть даже на такого рода компании. Когда у вас начнутся платежи, даже если вы пройдете комплайнс в комплайнс, просто вам скажут снова «нет» и на этом все остановится. Здесь надо понимать, что комплайнс очень интересно построен еще таким образом, что на уровне Е существует директива, в плане которой предполагается, что все суммы, которые свыше 100 тысяч евро, они идут на спасение банка в случае каких-либо проблемных операций. То есть если у вас там больше 100 тысяч евро лежит, чаще всего это как бы усложняется одна странность, но упрощает вам работу. И это также вопрос, связанный с тем, что счета могут в любой момент заморозить. Для того, чтобы вывести, допустим, с европейского счета, вы сможете открыть этот счет в другом европейском банке чаще всего, чтобы эти средства вывести. Есть решения, которые могут предложить многие коллеги, конечно, в этом плане, но чаще всего можно о такого рода деньгах, к сожалению, забыть. Таким образом, в определенный момент сформулировалась довольно интересная ситуация, что спасительным таким набором для всего этого стала концепция создания компании в той же юрисдикции, где вы будете открывать счет. То есть если вы пытаетесь открыть счет в банке в другой юрисдикции, то скорее всего, что уже будут вопросы. Именно про банки. Платежки в этом плане работают все-таки более-менее так же. И там же дополнительно получать налоговые деньги. Это более-менее оптимальная ситуация, которая позволяет начать эту работу. Но когда мы начинаем говорить о такого рода вещах, то еще раз возникает дополнительная проблема. Всегда найдется какой-то зерночбол, который скажет, что ему это не нужно. И он начнет это делать, но не будет создавать офисы. Это также потребовало введения новых правил на уровне ЕС, так называемого Substance и IP Nexus. То есть, допустим, если вы являетесь IT-проектом, который разрабатывает какой-то софт, но фактически, то есть дополнительно получаете какие-то льготы, что фактически вы там весь IT на одну компанию скрепляете, то вы уже не сможете доказать, что фактически все это деятельность ввелась на этой компании. Потому что налоговая к вам придет и спросит, а где же, собственно, расходы на эту разработку, которую вы связываетесь с этой компанией? Где эта деятельность? Аналогичная ситуация возникла и с экономическим присутствием. То, почему, кстати, сейчас закрывается огромное количество офшоров в обществе, это Substance по офшорной инвестиции. Это, то есть, наличие также экономического минимального присутствия для подтверждения деятельности в инвестиции. Эти условия очень сильно начали усложнять вопросы того, как вести деятельность, допустим, с так называемой Shell компании в обществе. То есть, это во многом для этих целей было сделано. Чтобы убрать компании прокладки, которые вообще никакой деятельности не ведут, и через них просто проводятся платежи, посредничества. И отсюда возникает вопрос, какие же есть варианты? В принципе, один из неплохих вариантов для такой истории в общем чертах, это действительно рассмотрение, как уже было сказано, платежек и майн-процессы. У них действительно ниже условия каплайса, они могут позволить себе взять ряд клиентов, которых не может себе позволить банк, и это может закрыть ряд вопросов, связанных именно с приемом платежей. Отсюда у нас вытекает другой вопрос. Если вы хотите, допустим, принимать платежи на Gambling, какие у вас выборы? Один из вариантов существующих на данный момент, вы можете создать компанию снова же, которая занимается разработкой, а следовательно у вас снова же возникает вопрос, а если разработка передается другой компании, то разрабатывалась ли она на этой компании, если вам нужен офис, и уже от этой компании дополнительно там вступает в взаимодействие с другой. Но здесь у нас возникает другой аспект. Если даже другая компания, если она существует, ведет деятельность, что-то принимает, следственно, она должна быть лицензирована, чтобы показать, как ваша деятельность соответствует тем или иным требованиям минимально. То есть в плане Gambling это раньше создавало классическую связку Кипр Кюросау, которая более-менее одно время работала. Создавалась, допустим, связка для крипты тоже с компанией-посредником, которая действительно дробила фиат. То есть фиат шла на одну компанию, крипта шла на другую компанию. И подобного рода вопросы реализовывались таким образом. И возникал вопрос снова же, а можно ли это все сделать на офшор? Офшоры, к сожалению, в этом плане, с учетом предыдущего слайда о спасительном наборе, уже давно не работают. То есть о них можно забыть. Если вы сейчас рассматриваете решение по открытию платежей, то наиболее оптимальный вариант будет все-таки создание минимального экономического присутствия. Это будет, во-первых, интересно и банку, это будет интересно и, чаще всего, и платежке, с которой вы планируете работать. Это может быть интересно в том числе и налоговой. Потому что фактически у вас есть основания, для чего вам нужен этот счет. У вас есть основания, для чего вам нужно подключение платежей. У вас есть сотрудник, которому вам надо платить оплату. У вас есть офис, вам нужно за него платить. Это, в принципе, может упростить стоимость. И здесь возникает следующее. Зачастую банки также относят к хай-риску резидентов определенных стран. Ввиду того, что статистически, к сожалению, так вышло, ну не статистически, не знаю, конечно, но огромное количество граждан и резидентов постсоветского пространства почему-то чаще всего были замешаны в хай-риску операциях. И многие банки, когда рассматривают, в том числе, открытие счета, они прям прямым текстом пишут, что один из факторов рискованности, в вашем случае, это наличие российского бенефициара. Ну, классический пример банки Гибралтара, они очень часто такое прописывают. То есть, если, допустим, вы хотите прийти с открытием счета, это снова же вот из опыта пример, на Гибралтар, с компанией на Гибралтаре, может быть, даже попробуйте лицензию там получать, то вам скажут прямым текстом, вы русские, у вас крипта, у вас казино. До свидания. То есть, если бы не было русских, еще было бы якобы для них окей. А русские все. И вот отсюда мы переходим к другому вопросу. Всегда найдется тот самый злокий гол, который крипит. А давайте вообще все делаем на крипте. То есть, забудем там о каких-либо вопросах, мы не будем участвовать в этом цирке. Проблема этого вопроса в том, что с криптой у нас тоже появилась, как уже было сказано, регуляторика. Регуляторика так или иначе вызывает необходимость участия в этом цирке. То есть, если раньше все криптовалютные проекты себя стозиционировали как абсолютно анонимные, децентрализованные, ничего этого не было, внезапно у них во всем появился КВСИ, у них появились требования, у них появились компании, они все пошли к юристам, они начали работать. Отсюда мы переходим по вопросам уже непосредственно реализации с юридической точки зрения. Если мы говорим о крипте, здесь довольно спорно будет говорить о криптовалюте как об электронных деньгах. Если мы рассматриваем этот вопрос на уровне ЕС, первое, что здесь нужно упомянуть, что у нас существует пятая директива по Аймел, которая с 2020 года будет имплементирована во всех юрисдикциях ЕС. В рамках этой директивы было введено требование о комплате, который будет объявляться к тем, кто занимается обменом криптовалют, тем, кто занимается хранением криптовалют. И дополнительно нужно понимать, что из себя представляют криптовалюты. На уровне ЕС понятие криптовалюта как таковое изначально было связано с понятием виртуальных денег, поскольку использовались дополнительно различные баллы внутренние в многих проектах, программные продукты, которые использовались для расчетов, для платежей. Это очень сильно ничего не устраивает регулятора. В итоге была принята позиция Европейского центрального банка, в рамках которой, собственно, было исследование по виртуальной валюты. И недавно у нас, по-моему, была принята позиция Европейского центрального банка, в которой виртуальные валюты теперь называются криптоактивы. И криптоактивы были выделены в отдельные платежи. Формально на уровне ЕС из текущего пространства, юрисдикции, которая вводит дольное регулирование, оно существует более-менее на уровне Эстонии, Мальты, Гибралтара и Франции, Германии. То есть, когда вам, допустим, говорят, что на уровне Швейцарии вы можете сделать попроцентно легальный криптопроект, чаще всего это не так. Потому что на уровне Швейцарии даже нет закона, который, собственно, это все индустрирует полноценно, то есть принятый закон. Есть только отдельные позиции ФИНМА, которые вам дают указания, как это делать. А все вопросы, которые связаны с тем, как вы будете реализовывать, допустим, тельные операции, они уважаются чисто на вас. Не говоря уже о том, что на уровне Швейцарии вам также потребуют от вас вступление в местный срок, которое как бы должно будет ввести ваше АНЛ. По юрисдикциям, где у вас доступно регулирование, криптовалюта и, в принципе, токены, могут быть отнесены к одному из трех видов активов. Это валютная ценность, это платежное средство как имущество и это электронные деньги. Когда мы говорим об электронных деньгах, то это абсолютно отдельная категория, которая может быть доступна как раз, как уже было правильно сказано, ЕМИШКО. ЕМИ в данном случае выступает той структурой, которая может обеспечить соотношение гарантированное одной единицы электронных денег одному евро. Причем у них есть на это лимит, то есть в объемах. Выпуск при этом производится исключительно с учетом принятых платежей, то есть больше они не могут покупать. Больше принятых платежей электронных денег выпустить. Отсюда тоже возникает необходимость внимания, что если вы хотите создавать, как было сказано, криптодиржу, то есть введение подобного рода инструмента как USDT на уровне ЕС, но в принципе и не на уровне ЕС, от вас потребует необходимости получения ЕМИ лицензии отдельной, то есть с работы через ЕМИ лицензию чисто на электронные деньги, а дополнительно с этим, с отдельной структурой работы на обмен, в том числе с текущим вариатором, то есть получения лицензии на обмен и хранения криптовалюты. Это единственный случай, когда вы сможете действительно в рамках существующей регуляторики обознавать и прием, и выдачу фиатов, и хранение фиатов, и дополнительно обмен. Я здесь дополню чуть-чуть коллегу относительно Эстонии. На уровне Эстонии все-таки надо понимать, что понятие криптовалюты и регулирование криптовалюты относительно не совсем к финансовому регулятору, не к чему-то, а к полицейской погранслужбе Эстонии. То есть формально это даже не лицензия, это разрешение, которое вам дает полицейская погранслужба Эстонии для того, чтобы вы могли такого рода деятельность вести. То есть в разрешительном порядке все это происходит. Отсюда у нас вытекает также момент очень интересный, что раньше, в принципе, многие даже не создавали под это никакого офиса, комплимент-спицера, и это немножко сейчас погранслужбу Эстонии достало. И сейчас дана установка, в принципе, постепенно начинает закрывать подобного рода компания. То есть теперь из требований также добавилось, снова уже, наличие реального экономического присутствия юрисдикции, наличие локального комплимент-офицера, который держит бумаги и проводит реальный аудит или комплимент с тем, кто приходит менять дневную. Даже с этим, если мы рассмотрим вариант, что вы как-то это реализовали, и далее у вас возникает вторая проблемная история. В соответствии с законом по производительству новых денежных средств финансирования терроризма Эстонии, у вас есть лимит месячный на подобного рода операции – 2 500 евро. То есть больше 2 500 евро формально по закону вы не прыгнете, если полноценно делать комплименты, что сейчас тоже начнет создавать серьезные проблемы для неких таких криптовалютных бирж. То есть обменник, возможно, на какие-то малые суммы, если вы хотите создать в Эстонии, он еще более-менее будет работать. А если что-то вам покрупнее, допустим, на один момент уже реализовать, вам нужно действительно будет вводить полноценный комплимент и проверять того, кто будет менять средства на бирже. Дополнительно к этому у вас возникает требование хранения данных, которые вы собрали в рамках комплимента на Эстонии в течение 5 лет. То есть это не просто провели через какого-то стороннего подрядчика Киваси, чаще всего самым замкнутом и так далее, и забыли. А это полноценное хранение документов, когда вы действительно имеете сведения о тех лицах, которые являются пользователями вашего мнения. Эти вопросы, они очень сильно потенциально могут усложнить вам работу, то есть вне контекста каких-либо платежей. Когда мы сюда дополнительно добавляем вопрос платежей, то здесь у нас еще возникает вопрос того, а возьмется ли какой-либо платежный институт действительно, как было сказано, партнериться с вами с учетом того, что вы работаете с высокорисковым активом, то есть который нельзя нормально осведить, который нельзя нормально проработать, то есть проверить происхождение этих средств. И это создает блок, в том числе и чаще всего, и отказ со стороны платежных систем, которые готовы более-менее рассмотреть ряд проектов, но не готовы рассмотреть другие, которые не могут дать никаких сведений. Более того, если вы рассмотрите другие юрисдикции, допустим, то же самое у Словени для открытия валютных проектов, у вас одни где-то другая уже имплементированная законодательская история – это, по факту, отъем денежных средств, на которые вы не можете подтвердить наличие операций. Практика эта сейчас обсуждается на уровне ОСФ, в том числе, и, скорее всего, что будет постепенно отриниматься в других юрисдикциях. Она предполагает то, что, ну, на примере Словении, если осматривать, что если вы не можете подтвердить происхождение средств, полученных, допустим, в плане какого-нибудь ICO, обмена, приема криптовалют, то 70% всех полученных средств у вас будут изъяты, как налога, потому что вы не смогли предоставить достаточных оснований для компания. Эта проблема очень усложняет в том числе порядок того, как вы должны проверять это лицо в плане трафика. Потому что, ну, чаще всего, когда вам приходит клиент, допустим, меняет, для вас также интересно, но это больше для Гэбрига также вопрос чаще всего изникает, как вы такое лицо примете. Фактически вы с самого начала должны усложнить процедуру регистрации с предоставлением паспорта, с предоставлением всего, просто для того, чтобы зарегистрироваться в системе. Из опыта я что здесь могу рассказать? В одно время, как уже было сказано, являлся юридической службы одной биржи, нужно вводить отдельные процедуры. То есть регистрация в обменнике должна быть доступна чисто для информационных услуг. То есть, допустим, посмотреть курсы, посмотреть еще что-то, пожалуйста. Но если дальше пользователь хочет перейти непосредственно к обмену, вот в этом случае у него должен быть второй этап compliance до момента переведения каких-либо средств вам, в том числе получения средств от вас. То есть это довольно принципиально важный момент, потому что без него вы фактически можете начать принимать лиц, в которых вы не идентифицировали системные, и не можете подтвердить происхождение средств. По этой же причине сейчас на уровне ЕС рассматривается предложение нового процедур с отслеживанием крипты по хэшам. То есть это довольно интересная метода, в принципе, может быть. То есть я не могу здесь технической стороны вообще это объяснить, потому что мы далеко очень от этого. Но концепция заключается в том, что можно было отследить криптовалютку, которая хотя бы раз была замешана в тех или иных подозрительных операциях. То есть чтобы биржа лицензирная не имела права ее принять. То есть это также усложнит прием и работу с криптой, которая была ранее где-то использована. Это сразу же приводит нас к вопросу, что было тоже уже сказано, с майнерами. С майнерами ситуация еще более сложная обстоит. Поскольку по майнингу сейчас нигде на уровне ЕС нет нормального более-менее регулирования, кроме Швеции и еще ряда стран. Фактически очень сложно обосновать происхождение полученного актива, если вы его передаете в пользу биржи. То есть если вы от одной компании сразу майните дополнительно, то следовательно вы осуществляете услуги дата-центра. Потому что если мы рассматриваем с точки юридической получения криптовалюты, то фактически вы для лица, предоставившего программный код, оказываете услуги дата-центра, за что получаете вознаграждение, которое вы должны также поставить на баланс, и после этого его еще как-то провести. Без наличия этого вы не сможете на уровне лицензированного криптовалютного обменника или чего-то, и когда по комплаенсу подобного рода приход средств показать. Отсюда возникает следующий аспект. Можно ли как-то это все разделить? То есть можно ли ваш сервис сделать чисто на обмен крипты, а фиат выделить на отдельный поток? Чаще всего это может работать не для армейников, но для компаний, которые занимаются, допустим, деятельностью, ну, допустим, связанно с геммлингом, или, ну, это наиболее классический пример, ну, или если у вас есть какой-то свой marketplace, у вас есть отдельная платформа чисто на крипту, у вас есть отдельная платформа чисто на фиатные средства, и между ними реализовать перекоды. Это наиболее оптимальный вариант, может быть, в том числе с точки того, как вы будете подобного рода платформу, там, в случае чего, обосновывать на того, как вы имеете на ней деятельность. Ну, я извиняюсь, это то, что вы сказали, да, то есть геммлинг, плюс еще... Да, гемми, я здесь, повторяю, еще расширю все-таки объяснение. Не стоит думать, что гемми – это прямо панацея. Гемми открыть – это, наверное, даже большая головная боль, чем работа с криптой. Потому что здесь нужно понимать, что это не дешевая история. Это от 350 уставный, нормально, чтобы это все работало. Плюс еще офис. Ну, рассмотрим, например, в Чифе. В Чифе чаще всего, если делать там платежку, в Чифе и так далее, офис оптимальнее всего делать не в столице. То есть вы делаете где-нибудь в Бурно офис, у вас там есть два сотрудника с отрицей загона, и они сидят, делают, как бы, вопросы в своих рамках рабочих обязательств. С миллиона это начинается? С миллиона это начинается, если честно, уже можно даже... С 150 уставного? Нет, 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 нет. В среднем платежку открыть, емишку открыть из опыта – это в районе все-таки 400-500 с учетом офиса. Если самостоятельно. Один момент. Вот если мы вернемся к фондам, фонды, тут есть интересная история очень с ними, с ними появилась небольшая подвижка. Если вы работаете только с квалифицированными инвесторами, на налоге ЕС, у вас сейчас становится постепенно открытым новый инструмент раифов. То есть до 50 квалифицированных инвесторов вы можете получить эти, ну, на примере Кипра того же самого, все это в пределах 100 евро выйдет. То есть это подобного рода инструменты также постепенно появляются. Но это может быть интересно только, если вы занимаетесь asset-менеджером подобного рода операции. Если это некий криптофунт а-ля биржа, то это не работает. Это только если вы можете предоставить основания, чтобы это делать. Почему Кипр здесь может быть интересен? Потому что это довольно противоречивая юрисдикция. С одной стороны, там есть информация Центробанка, информационное письмо Центробанка Кипра, что крипта плохо, крипта нельзя. А с другой стороны, там существует решение ЦСЭКа, от, по-моему, октября прошлого года, что все-таки с криптой лицензированные брокеры работать могут. И если вы, допустим, создаете фонд, который там у вас с менеджером, плюс еще у вас есть там партнерящийся брокер, то, в принципе, вы можете там делать даже обмен неких security токеров. Пример уже есть, DX Exchange и сервисы, они партнерятся, ну как они партнерятся, они сами выкупили себе целого брокера для такого рога операций. И они, в принципе, даже токенизированные активы сейчас пытаются продавать. В обмен токенизированных активов. Раз я уже заговорил про токенизированные активы, здесь надо смотреть еще один момент. Вернемся к классификации криптовалют на уровне регуляторики. Пока что возьмем пример ЕС, но я здесь скажу, в данном случае это хорошая юрисдикция. На уровне США у вас есть регулирование крипты, у вас есть конкретные рамки, в которые вы можете идти. На уровне доллара вы можете вообще сделать инисию до одного миллиона, собрать под security токеры. То есть есть полноценное регулирование, можно это реализовать через специального финансового посредника в спингроме. вы можете это сделать в том числе на уровне других штатов, вы можете получить money remittance license. Money remittance license для обмена крипты, которая в том числе на уровне США, это история чисто кейс-бай-кейс, то есть она не работает, потому что в вас учат. Money remittance стоит такое удовольствие от 850 долларов и больше. То есть это... Вот минимум. Все, что с США связано, это всегда очень долго, очень дорого и очень тяжело. Это мучитель, я даже сказал. Поэтому это доступно вам, только если вы уже открылись, если вы работаете и пытаетесь расшириться на другие рынки. То есть для старта в этом плане лучший вариант – это все-таки Азия и Европа. На уровне Европы, вот с точки зрения регуляторики, вас выбор еще больше таким образом ограничен. Хотите работать с обменом, хотите работать с подобного рода операцией, формально, в рамках текущего законодательства, я здесь вынужден еще раз повторить, что вот это я сейчас говорю, это не является какой-то консультацией юридической, рекомендацией юридической, на его лице. Это скорее больше рассмотрение того, какое регулирование есть сейчас. И это не факт, что то, что я скажу сейчас, не будет, ну, запад. Потому что меняется сейчас буквально в плане регуляторики все каждую неделю по той же самой Мальце. На Мальце у вас доступно три варианта. Вы можете стать неким так называемым ВФА-агентом. Услуга для вас абсолютно закрытая и недоступна, потому что это сделано было только для ряда юридических дел, которые, собственно, законно разработаны. Эта услуга вам позволяет выступать посредником при сборах других ICO. То есть вы можете взять в себя обязанности по комплиенсу, по проверке средств, по, собственно, получению этих средств в последующий перевод в пользу другой компании, которая зарегистрировалась при финансовой регуляторе. Второй вариант. Если вы хотите осуществлять услуги по обмену крипты, то также вы должны подключить в ВФА-агента некую такую компанию, которая все равно будет комплиенс по вашим операциям проводить. И уже обмен, то есть в дальнейшем через вашу компанию производится. То есть лицензия, в данном случае, работа обязательно так же, как работала в рамках инвестиционных и финансовых услуг. Если мы говорим о третьем типе, то это, собственно, тот, кто собирает средства. Но это больше ориентирует на тех, кто хочет какое-то ICO, STO провести. Отсюда есть отдельная история, связанная с тем, что это не дает вам право получать средства за продажу security токенов, так называемых. То есть security токены, они остаются на уровне инструментов вообще вне какой-либо категории криптовалюты. Фактически это ничто. То есть для вас такого рода инструмент является не более чем форма обеспечения обязательств по реальному договору. То есть у вас есть договор письменный, допустим, на какие-то услуги, инвестиционные услуги, STMA, что угодно. А под него вы делаете вот эти вот фантики, которые фактически работают. Из-за чего вот концепция с STO токенами, security токенами, она вообще изначально не живая, в большинстве случаев, потому что вы не сможете в рамках существующего законодательства по обороту ценных бумаг обосновать, на основании чего вам были получены те или иные средства. Здесь же нужно понимать, что при рассмотрении вопросов с обменом у нас есть другая история. Это действительно открытие счетов как такового. Как уже было сказано, в банке вам ничего не откроют. То есть даже если вы какое-нибудь агентируемое сделаете или что-то, отдельно компанией у разработчика сделаете, вероятнее всего, что банк даст отказ. Единственное, что для вас будет доступно, это если вы откроете офис юрисдикции, тогда вы сможете более-менее работать с банком. И то не по операциям, связанным непосредственно с обменом лечебных таких. Для этого у вас остаются только платежки. И причем действительно вам придется партнериться с ними, чаще всего, потому что хранить средства на себе вы действительно не сможете. То есть услуги такого рода оказывают ряд компаний на уровне ЕС в том числе. То есть здесь есть решения уже готовые. Есть несколько вариантов, в том числе со швейцарской компанией, которая есть лицетельно-инвестиционного управляющего. То есть она предлагает вам в том числе создать свой отдельный фонд под фиатр. То есть вы загоняете в фиатр от basic management, а потом уже сами там якобы окупаете крипту и сами ее меняете. То есть для клиента все услуги формально проходят на уровне фиата. Если же там скрипты, то фактически она у него уже окупается. Такое рода решения есть на рынке. Если мы говорим о решениях для гемблинга же, то здесь становится история чуть более простой, но с другой стороны более сложной. По гемблингу у вас ситуация приблизительно аналогичная история с криптой в ряде аспектов. Это в первую очередь в связи с тем, что для компаний, занимающихся гемблингом, вы никогда счета банковского непосредственно не откроете. Вы можете его открыть только под компанию разработчику. Второй аспект довольно интересный. Он связан с тем, что именно раньше, ну и в принципе сейчас, многие компании не заинтересованы в получении лицензии. Если у вас, допустим, криптоказино, вы работаете чисто в рамках крипторешений, то вам вообще на самом деле не нужно даже получать лицензию. То есть, если у вас блокчейн-казино, сейчас нету такого какого-то отдельного специального требования, чтобы вы эту цель получили. Она фактически для вас на первом этапе деятельности будет нужна чисто для того, чтобы работать с фиатом, собственно, открыть платежи. Если мы говорим о работе с криптой на уровне казино, то здесь еще другой момент. Это связано с тем, что, несмотря на это, вам все равно желательно все-таки какое-то юридическое лицо ощутить, причем юрисдикции, где нет уголовной ответственности за организацию проведения на замках игр. Если мы говорим о гэмлине с этой стороны, особенно если мы говорим об онлайн гэмлине, здесь довольно распространенная ошибка является то, что если вы сдадите мне эту компанию в офшоре, получите на нее лицензию, у вас все что-то крытое. Можете делать ставки на спорт в Российской Федерации, рекламировать и все, нет. У вас фактически первый вопрос, который здесь возникает, это организация проведения азартных игр. Если есть какие-либо способы доказать, что вы действительно делали рекламу на территории Российской Федерации. То есть здесь еще будет все зависеть от того, как вы это все проводите. Второй момент, который это все усложняет, это момент, связанный с тем, что не каждый, допустим, провайдер услуг, допустим, по маркетингу, тот же самый Google, они вас не примут без наличия этой лицензии. То есть это второй момент, почему даже многие криптоказино пытаются эту лицензию получить. Он связан с тем, что без нее они не могут нормально себе сделать маркетинг, они не могут приложуху выпустить, они ничего не могут реализовать. Отсюда вытекает, что лицензия вам так или иначе будет нужна для такого рода операции в дальнейшем. Вы можете начать без нее, но если вы хотите создавать полноценный рабочий бизнес, вы хотите платить сотрудников и так далее, то на определенном этапе у вас возникнет все равно необходимость получить и фиата, и вам потребуется просто реклама как-то всего этого делать. Следовательно, у вас потребуется создание общей структуры. На уровне такого рода структур есть конкретные требования платежек. То есть та же самая Трасли, Коннектум, они от вас потребуют наличия связи с ЕС, если мы говорим в европейских платежках. Если ваши две компании не будут связаны между собой корпоративно либо в рамках хозяйственных отношений, то никто, чаще всего, даже не рассмотрит возможность открытия счета для вас. То есть первое, что для вас возникает приоритетом в этом случае, это определиться со структурой. Классическое, чаще всего используемое, это вот тот же самый Кипр, Киросау. Почему? Потому что это самая дешевая схема в реализации, то есть более-менее можно дешево садить сотрудников. Второй вариант, что вы здесь можете делать, вы можете не делать корпоративные связи. Этот вариант больше подходит для специальных случаев, если там нужно, я потом расскажу, что это сейчас становится. Можно, в принципе, даже не создавать вот этой связи корпоративно между компаниями и более-менее открыть платформу под гэмбинговую часть. Если же мы рассматриваем вопрос, связанный с тем, зачем вам вообще как бы получать лицензию, нужно еще какие-то рынки хотите закрыть. Если вы хотите закрыть ЕС, то вам лучше изначально задуматься о том, что вы хотите получить лицензию ЕС. Потому что, если ваш основной рынок на территории Европейского Союза находится, то вам желательно сразу же определиться с процедурами сохранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями. Вам лучше сразу же обеспечить серверную базу на уровне юридикций, где у вас будут лицензии и так далее, и так далее, и так далее. Это вам существенно в том числе упростит возможность открытия счетов и платежки для того, чтобы работать с такой историей. Если мы говорим об, допустим, классическом офшорном варианте Киросао, то здесь есть огромное количество сложностей. В принципе, это тот вариант, который является must-have при старте. То есть самый дешевый, самый быстрый, самый простой в начале реализации, но он требует тоже определенных технических требований. У вас даже на уровне этого варианта возникнет так называемая техническая аудитория. То есть проверка системы на наличие определенных моментов. То есть генератора случайных чисел, если мы говорим о слотах, в играх на скил, покер и так далее, то чтобы этот генератор случайных чисел сертифицирован определенным образом. Компании, которые этот сертификат вам могут выдать, их всего 5-6 штук в мире. Одного Австралии, Одного Австралии и так далее. То есть в плане гемблинга у вас получение лицензии предполагает необходимость создания полноценной технической инфраструктуры чисто для того, чтобы получить лицензию, которая вам нужна для того, чтобы получить платеж. А дополнительных к этому расходов как бы капают, а дохода никакого нет. А дополнение к этому вы еще получаете вверху головную боль, это то, что вы должны провести KYC непосредственно пользователя после регистрации. То есть в момент проведения KYC, на момент депозита, на момент депозита. Потому что KYC стоит денег, а для того, чтобы его провести, вам уже, собственно, надо деньги за KYC заплатить. То есть вам выходит клиент в минус очень серьезный, когда просто на старте, если таково родную историю реализовать. Поэтому очень интересным моментом для гемблинга в таком случае может быть как раз создание комбинированного варианта крипто. То есть как первый депозит крипто, а последующий фиатом. Потому что это может очень сильно упростить историю с приучением клиента, с лишением стоимости за клиента. Если мы переходим к следующему вопросу, все-таки по времени будет. Здесь нужно остановиться на вопросе, связанном в плане регуляторики с тем, а какая же может быть у вас ответственность на регуляторную юрисдикцию. То есть это вне вообще вопроса платежей даже больше. Это то, что будет в первую очередь интересовать банк, если у вас есть компания, которая является разработчиком, и он связан с гемблингом все равно, потому что для них это все равно очень серьезный риск. И это вопрос, связанный с тем, что ждет, собственно, разработчика. То есть можно понимать, что во многих юрисдикциях, где вы можете получить рецендию, нет формальной ответственности уголовной за организацию проведения зарплых игр. То есть то же самое «Кирасаму». Пожалуйста, можете привести компанию и так на ней работать. То есть прямого наказания нет. И еще в ряде юрисдикции так же работают. То есть это тоже очень интересный момент, который стоит подчеркивать. Если мы переходим к следующему вопросу, то с Эдлутом есть другие особенности. Когда мы говорим об Эдл-сервисах, то прием платежей на них чаще всего, ну даже известно, как и банк. На «П» начинается, а «Рахитом» называется. Это как бы один из основных, которые у вас остаются в варианте. Но вопрос остается в том, что вы можете сделать. Одно из важных требований, которые вы должны предъявлять платформе, которая занимается Эдлутом, и чаще всего, что будет интересовать даже такого рода институт, который готов будет вас взять, это, соответственно, у вас более-менее какие-то требования. Если вы хотите в том числе работать на рынке США, то это как минимум соответствует требованиям ВАД-257. ВАД-257 от вас требует наличия профайлинга на каждое лицо, которое публикует какой-либо контент в вашей системе. То есть вы не имеете права производить контент, вы можете выступать только посредниками в этом контенте. Следовательно, вы имеете обязанность в рамках ВАД-257, в случае какой-либо трансляции на трафик США, то есть привлечения трафика с территории США, обязанность подтверждения документального, что лицо, которое публикует контент, является совершеннолетним, и дополнительно иметь в него профиль с ряда параметров имя, адрес жительства и т.д. Сюда следует второй момент. Это уголовная ответственность за такую операцию. Это вопросы, связанные с тем, что в ряде юрисдикции это может быть незаконной деятельностью. То есть мы здесь все-таки говорим про реализацию контента вне Российской Федерации, в ряде юрисдикции. Дополнительно, если мы рассматриваем подобного рода сервисы, например, вебкам и т.д., то у вас должны быть договоры с каждым сотрудником, который подобного рода операции осуществляет. То есть здесь надо понимать, что у вас все в этом плане должно быть на уровне студии. То есть вы не работаете с такого рода лицами напрямую чаще всего. И это позволяет вам в том числе закрыть ряд вопросов, связанных с ответственностью и расчетов со студией. То, что то, как это чаще всего студия будет платить там дальше, это не касается вас. То есть вы с тебя снимаете вопросы по выплатам в дальнейшем. Таким образом. Поэтому это очень сильно упрощает в том числе назначения платежей. Это может быть неплохим вариантом, особенно если вы предоставляете сведения о том, что вы являетесь IT-компанией, вы реализуетесь как IT-компания. В этом плане у вас вытекает следующий аспект. Это, в принципе, зачем это нужно и как на это смотрят те или иные платежки, банки. На уровне того же самого Кипра прямого запрета на производство подобного рода контента, трансляцию такого рода контента нет. Если вы посмотрите, даже самые крупные рынки рынка, они все поэтому работают через Кипра. Там есть единственное ограничение – так называемый запрет на абсценность. То есть вы обязаны сделать уведомление, то есть блок-скринт при входе на сайт, который требует от вас подтверждения, что вы старше 18 лет или являетесь совершеннолетним лицом, то есть классический 18+, и после этого вход с демонстрацией дисплеймеров. Это обязательство также очень важно, потому что оно позволяет вам закрыть риски, связанные с нарушением абсценности, что вы сделали как минимум должные меры для того, чтобы подтвердить то, что лицо является совершеннолетним. И отсюда возникают следующие вопросы. Где я, собственно, для таких вещей открываю компанию, открывать счет и так далее? В принципе, вариант для вас в этом плане регуляторики довольно ограниченный. Это сама уже Румыния, Чехия и Кипр. Открывать счет, если это Кипр, то определенно не на Кипре. То есть это очень важный момент. Если платежка для приема, то лучше это делать на уровне ЕС, но брать тоже платежку откуда-нибудь из Прибалтика. И, собственно, вопрос, как платить, обратно такая сторона, это снова же лучше делать не напрямую, допустим, производителем, а через каких-то посредников, через компании-посредники, которые тоже имеют офис причем. То есть это вам позволит обосновать эти услуги через другого рода назначения. В принципе, это может быть эффективной мерой для того, чтобы действительно по реальной операции расставить. Потому что у нас среди, она была связана с чем-то другим. От этого, переходя к чуть-чуть другому вопросу, хотелось бы вернуться к Российской Федерации, такого рода вопросов, связанным с криптовой. Буквально давяще две недели назад проходила конференция за день основного управления при правительстве Российской Федерации. На ней присутствует очень много интересных людей из государственных органов. И главная проблема, с которой сейчас сталкиваются специалисты Следственного комитета, различного рода ведомства, она связана, в первую очередь, с тем, что невозможно идентифицировать криптовалюту в рамках российского законодательства. То есть, в принципе, у вас есть запрет на криптовалюту, у вас есть предположение того, что она является денежным суррогатом, при этом она не является денежным суррогатом, потому что у вас нет определения денежного суррогата. Но здесь важно понимать, что с учетом этого у вас сейчас никакой уголовной ответственности в большинстве случаев не возникло. То есть, по той простой причине, что если следователь такое дело положит на стол, он просто его перетрясет, он побоится делать оценку какую-либо работу по прокуратке кейсов, потому что ему же это будет хуже. Фактически до момента создания специальных рабочих групп, перевода работы с криптовалютом на федеральный уровень, никакой ответственности сейчас практически невозможно поделить уголовный или неуголовный по кейсам, связанным с криптовалютом. Это очень интересный момент в плане чего? В плане обменов на территории Российской Федерации. То есть, если вы, допустим, говорите об обмене крипты на территории Российской Федерации, здесь возникает вопрос, как более-менее это можно сделать в рамках текущего законодательства. С учетом того, что в рамках текущего законодательства, с учетом текущего проекта также, у вас есть в целом определение того, что криптооснова будет относиться либо к электронным деньгам, либо к имущественным правам, либо к валютным ценностям, у вас остается необходимость оценки при обмене того имущества, которое вы принимаете от лица, для того, чтобы закрыть вопрос со своей страны. Поэтому здесь нужно снова понимать, с учетом того, что большинство криптовалют в данном случае будут выступать либо валютными ценностями, либо имуществом, у вас не работают договоры займов вообще. То есть, это не рабочая категория. То есть, по займам вы никогда не сможете сделать ни обмен на территории Российской Федерации, потому что займ вы можете сделать только по денежным средствам. А денежным средством на территории Российской Федерации является только одно – российский угол. Отсюда отекает сам момент – а что же можно сделать? Один из интересных способов, коллеги в свое время на практике сказали, очень интересный, теоретический, но практически нереализованный – это свой ломбард. Очень интересная история. Почему? Потому что фактически вы можете принять реальное имущество в виде кошелька холодного хранения. То есть, трезор может быть оценен ломбардом на определенную сумму. И в обмен за него можно получить определенную сумму денег. С учетом тех лимитов, которые существуют. То есть, у вас могут быть лимиты. И отсюда вытекает, собственно, момент, что те же самые МФОшки для вас не работают. Отсюда, по регуляторике, с учетом того, что было сказано про МФОшки,